24 на рейнмарца получили долгожданные ключи от новых квартир. Это стало возможным благодаря программе по переселению из ветхого и аварийного жилья. Проблемы Колгуева и Нельминова Носа обсудили при заместителе губернатора. Поселение представили программы развития. В поселке Искатели появится игровая площадка, спортивный комплекс и дополнительные урны в общественных местах. Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Север. С вами в студии Елена Семеновичева. 24 жители Наринмара стали новоселами. Долгожданные ключи в торжественной обстановке вручил глава региона Игорь Кошин. Квартиры для переселенцев из ветхого и аварийного жилья расположены в доме по улице Швецова 1. В новом пятиэтажном доме всего 120 квартир. 116 из них переданы муниципалитету для расселения ветхих и аварийных домов. Общая площадь жилых помещений 6,5 тысяч квадратных метров. Строительство дома началось в 2014 году. Сдан был объект в декабре 2016 года. Подрядчик ВН Инвест. Заказчик администрации Ненецкого округа в лице Центр стройзаказчика. 70% новоселов переселяется из приватизированных квартир в домах, признанных ветхими. Строительство жилья, социальных объектов, развитие оленеводства. Эти и другие вопросы вошли в программу развития двух поселений Ненецкого округа – Колгуевского сельсовета и Нельминого носа. Сегодня они были рассмотрены на совещании при первом заместителе губернатора, руководителе аппарата администрации Михаиле Васильеве. В ходе встречи удалось разработать конкретные пути решения глобальных проблем жителей обоих сел. Решить проблемы жителей призвана программа по развитию поселений. Ее составлением занималась специальная рабочая группа, созданная по поручению губернатора Игоря Кошина. Реализация программы разбита на два этапа – 2017-2020 и 2020-2025 годы. На Колгове предлагается полностью сносить ветхое и аварийное жилье и строить новое. Таковым признано 78% муниципального жилфонда. В целях переселения граждан Колговского сельсовета из ветхого аварийного, признанного непригодным для продвижения высоким уровнем взноса, а также в ликвидации очереди, в которой стоят гражданам и учениками в различных условиях, поручить департаменту строительства, строительство, фонарного хозяйства, энергетики, танк, танк и низкого округа во взаимодействии с главой с администрацией Заполярного района, с администрацией Колговского сельсовета, прорвать вопрос по сносу ветхого аварийного жилья, подготовке имеющейся территории для организации жилой застройки и строительству в течение последующих трех лет ежегодно не менее 10-4 квартирных домов. Приятная новость для островитян есть уже и на этот год. По словам главы Заполярного района Олега Холодова, сделать первый шаг в решении глобальной для жителей острова Колгуев проблемы с жильем в июле месяце отправится подрядчик строительной компании. Мы включили, планируем построить два дома. Есть подходящие участки, сухие, более не менее сухие, по ним отработали. Есть потенциальный подрядчик, единственное, он еще не принял решение, насколько его возможности, возможности хватит построить таких условий. Он планирует где-то в ближайшее время, в июле, туда слетать, посмотреть продолженные участки и, если его устроит, начать в этом году строительство в уголном. Относительно школы в Бугрино, Департаменту образования, культуры и спорта поручено проверить, в каком состоянии находится металлический каркас нового учреждения, который ждет своего часа уже 4 года, и понять, сколько еще потребуется средств для доведения его до ума и сдачи в эксплуатацию. Также капремонт в ближайшем будущем ждет и баню. Но ключевым из вопросов после жилья, конечно, стоит оленеводство, ведь это основное занятие коренного населения, и оно практически прекратило существование. В конце 2014 года случился массовый падеж оленей. Некогда крупный сельхозкооператив «Колгуев» реорганизован в семейно-родовую общину. Поднять из пепла все поголовье за один год не получится, поэтому предлагается разработать программу по планомерному наращиванию стада. Для него нужна линия. Сейчас данным последним просчетом порядка 380 голов появилось в 90 лет в этом году. В упомянутых Салды и Нермы в одном четыре оленеводы и две работники. Во втором так же. Поэтому, да, действительно, у «Колгуев» и «СПК» есть база производственная, но это все в таком состоянии уже разграблено. Необходимо в этом году наследство гранта из окружного бюджета на покупку быков издавых 14 единиц. То есть туда будут доставлены в этом году и, соответственно, уже по реанимации именно оленеводства. Конкретные идеи есть и относительно самозанятости населения, уборки острова и водоснабжения. В Нельмином-Носе относительно «Колгуева» проблем гораздо меньше, но они все тоже важные. Жилье также решено строить. За три года шесть многоквартирных домов, начиная с 2018 года. Намечено строительство убойного пункта и вертолетной площадки. Обозначили и общие для двух муниципальных образований вопросы. Благоустройство, осушение территории, береговое укрепление, школы, сады, пожарная безопасность, а также строительство модульных зданий МФЦ. Все предложения, пока находятся в сыром виде, требуют тщательной проработки всех органов власти с главами муниципальных образований. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». В поселке Искателей появится новая игровая площадка, спортивный комплекс для занятий воркаутом и дополнительные урны в общественных местах. Рабочий поселок подключился к реализации федерального приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Проект рассчитан на четыре года. В этом году для благоустройства выбраны три территории. Это две общественные территории и одна дворовая. В районе дома номер 3А по улице Строителей будет установлена детская игровая площадка. На пересечении улицы Молодежная, переулка Газовиков и переулка Газовиков-1 будет благоустроена зона отдыха. Большие преобразования ждут дворовую территорию по улице Монтажников, где расположены 11 домов. Ну, естественно, надо дорожки проложить из брусчатки, озеленение сделать, по-хорошему поставить детскую площадку, оккультурить. Ну и все необходимое. Организовать стоянки, сделать озеленение, освещение. То есть территорию облагородить. Все территории были определены на общественных слушаниях. Жители поселка сами предлагали и голосовали за места, которые нужно привести в порядок этим летом. Также за счет собственных средств администрация поселения установит площадку для занятия воркаутом на Монтажников-10. Аукцион на благоустройство двух общественных территорий уже состоялся. В ближайшее время с подрядчиками будут заключены договоры на выполнение работ. Работы должны быть выполнены когда? В летний период. Тут растяжек не должно быть. Потому что у нас есть обязательства, например, там, чтобы до октября мы должны закончить, например, все работы. Ну, я, например, считаю, что они должны быть просто раньше быть закончены. У нас на севере погода переменчива. Может быть, дожди будет, лето дождливое, например, нельзя будет работать, да? Или ранние морозы будут. То есть в октябрь это уже практически все должно быть завершено, сдано и выполнено. В 2017 году на благоустройство в рамках проекта будет направлено 7 миллионов 177 тысяч рублей. Из них порядка 6 миллионов средства окружного бюджета, 1 миллион 200 местного. Хорошие новости. Пенсионный фонд России рассматривает возможность увеличить федеральную выплату за второго ребенка к 2020 году. 26 семей Нинецкого округа переедут в климатически благоприятные районы страны. И они получили сертификаты на переселение на общую сумму более 36 миллионов рублей. Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Сахаров представил руководству округа, назначенного на должность начальника управления Роскомнадзора по Архангельской области и Нинецкому округу Александра Колодкина. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили планы по развитию связи на территории региона. В частности, речь шла о направлениях сотрудничества на ближайшую перспективу. Так предлагается провести в Наринмаре в 2018 году Координационный совет руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Северо-Западном федеральном округе. Главной темой выездного совещания станет развитие связи в Арктике и в частности сельской местности. Нинецкий округ представит проекты по строительству наземных каналов в населенных пунктах. Технические решения, которые планируется реализовать в НАУ, могут стать типовыми для отдаленных сельских территорий. Также на встрече обсудили текущую работу по реализации новых требований законодательства в сфере связи, средств массовой информации и обработки персональных данных. Материнский капитал может увеличиться к 2020 году. Это заложено в параметрах бюджета Пенсионного фонда России на 2018-2020 годы. Предполагается, что размер маткапитала превысит 471 тысячу рублей на семью. В параметрах бюджета Пенсионного фонда написано, что по 2019 год размер маткапитала будет составлять 453 тысячи рублей на одну семью, а с 2020 года он станет 471 тысяча 100 рублей. Между тем, сама судьба маткапитала до сих пор неизвестна. По действующему законодательству программа заканчивает свое действие в 2018 году, а если это произойдет, в случае рождения вторых детей с 1 января 2019 года семьи не будут получать право на эту выплату. Но сейчас правительство обсуждает варианты продления срока ее действия. 26 семей Ненецкого округа в этом году получили сертификаты на переселение в климатически благоприятные регионы страны на общую сумму 36,4 миллиона рублей. Это более 80% участников федеральной программы из Ненецкого округа от числа тех, кто получит жилищные сертификаты в 2017 году. На эти цели региону из федеральной казны выделено 45 миллионов рублей. В целом до конца года сертификаты будут выданы еще шести семьям. Жилищные сертификаты выдаются в рамках федеральной программы переселения граждан из районов Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы страны. Средний размер сертификата в 2017 году составил 1,4 миллиона рублей. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по стране на первое полугодие 2017 года утвержден Минстроем России в размере 37 208 рублей. Как отметили в профильном департаменте, в этом году помощью государства в переезде по данной программе воспользовались в большинстве случаев жители сельских поселений региона. Многие из них намерены переехать в Архангельск. На сегодняшний день сформирована очередь из трех категорий граждан, желающих переехать в более теплые регионы России. В первую входят инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Во второй и вместе с тем самой многочисленной очереди состоят пенсионеры. Третий – работающие граждане. Принять участие в программе могут уроженцы Ненецкого округа и жители региона, прибывшие в Заполярье не позднее 1 января 1992 года. При этом стаж работы за Полярным кругом должен составлять не менее 15 календарных лет. Важным условием является отсутствие жилья на территории России и более южных регионах. Профобразование в Ненецком округе может стать частично платным. Большую часть расходов возьмет на себя окружной бюджет. Из бюджета Ненецкого округа будут финансировать 80% расходов на подготовку поваров, медиков и специалистов в сфере ЖКХ. Таким образом, платное профобразование в НАУ станет для родителей и студентов лишь частично платным. Большую часть расходов возьмет на себя окружной бюджет. Такое решение было инициировано главой региона Игорем Кошиным и одобрено депутатами окружного собрания. Законопроект, принятие которого позволит частично освободить от платы за учебу тех, кто получает профессию в учреждениях среднего профессионального образования региона, был принят на сессии собрания депутатов НАУ в июне. Сейчас Департамент образования, культуры и спорта разрабатывает порядок и условия предоставления окружной финансовой поддержки для подготовки востребованных в регионе кадров. Предполагается, что принцип софинансирования образовательной услуги в профессиональных учреждениях будет аналогичен принципу софинансирования в системе дополнительного образования. То есть 80% от объема затрат возьмет на себя бюджет округа, 20% – студент или его родители. Речь идет только о вновь поступивших студентах. Софинансирование будут по одной образовательной программе в каждом государственном профессиональном образовательном учреждении региона, Ненецком профессиональном училище, Ненецком аграрно-экономическом техникум и социально-гуманитарном колледже. Система софинансирования внедряется только по тем направлениям, которые входят в ТОП-регион. В Наринмаре впервые прошла акция «Доступный ЕГЭ». Каждый желающий смог проверить свои силы в решении экзаменационных заданий Единого госэкзамена 2017, которые пришлось выполнять нынешним выпускникам. Всероссийская акция «Доступный ЕГЭ» организована Рособорнадзором и Корпусом общественных наблюдателей Российского союза молодежи и направлена на повышение доверия к Единому госэкзамену. Проверить свои силы отправилась и наша съемочная группа. Вместо парты – импровизированный стол, вместо кабинета – площадь Маратсей. Проверить свои знания по русскому языку и математике сегодня могли абсолютно все желающие. Задание, карандаш, приступим. Поставить правильное ударение в слове, решить уравнение, вычислить корень и так далее. Конечно, для этого экзамена задания из ЕГЭ отбирались, прямо сказать, не самые сложные. Вот, к примеру, руководитель Департамента образования, культуры и спорта Илья Иванкин вообще не допустил ни одной ошибки. На вопрос, сложно ли было, отвечает – не очень. Говорит, базовый экзамен – это цветочки по сравнению с профильным. Конечно, нужны. Они популяризируют ЕГЭ, позволяют и родителям попробовать свои силы, и будущим участникам ЕГЭ, чтобы они не боялись. Потому что основная причина плохой сдачи ЕГЭ – это волнение, которое испытывает ученик на экзамене. А если он пройдет несколько таких процедур, то в дальнейшем волноваться не будет и сдаст более успешно. Найти площадь гектара хозяйства 20 лет назад для Александра не составило бы никакого труда. А сегодня, говорит девушка, пришлось подумать. Уж очень стало интересно, остались ли знания. Ведь в школе Александра была круглой отличницей. Но проверить свои знания – не единственная цель для девушки. Походит очень много толкований про то, что ЕГЭ сейчас не совсем удобная форма. Сдача экзаменов, и бывают, что абсурдные вопросы. И решила просто посмотреть, так ли это есть на самом деле. А сложные задачи, не сложные задачи. У меня ребенок растет, и тоже потом ЕГЭ сдавать. Как и на настоящем ЕГЭ, задания участники решали под пристальным вниманием строгих, но очень обаятельных общественных наблюдателей, которые, кстати, дежурили в пунктах проведения настоящего ЕГЭ в течение всего срока его проведения. Они же и проверили задания участников. По словам Анастасии, атмосфера, в которой проходит этот экзамен, не сравнить с тем, что происходит в реальных условиях. Здесь свободно, здесь я спокойно сел, порешал. А там, конечно, напряжение такое, все волнуются, камеры. И еще мы сидим сзади, наблюдатели. Это, конечно, тяжелее. А здесь гораздо проще. Да и это полезно для родителей и детишек, которые могут также подойти и посмотреть, что решают их дети. Эта акция – первая попытка для нашего округа показать, что эти три буквы ЕГЭ, которые заставляют замирать добрую половину нашей страны, не такие уж и страшные, что камеры, детекторы и наблюдатели – мера скорее вынужденная. За смелость каждому участнику доступного ЕГЭ полагался штампик с хэштегом «Я молодец, я сдал ЕГЭ» и фото с Мишкой на память. Елена Семеновичева, Антон Водряков, телеканал «Север». 30 дней с пользой и культурным отдыхом. В школе номер 5 прошло закрытие трудового лагеря. Это первый подобный проект на территории округа, который включает трудовую и развлекательную программу для детей во время летних каникул. Распорядок дня был построен таким образом, чтобы дети успевали и поработать, и сходить в музей. Завтрак, выдача инвентаря, построение на крыльце школы и за работу. Каждый день – новый участок. Сегодня детская площадка в Качгарте, где любят проводить время дети из соседних домов. Арина и Елизавета убирают мусор с двойным желанием. Они сами живут в этом квартале. Да, изменения просто колоссальные стали. И соседи говорили, что какие ребята молодцы после того, как убрали улицы. Кто-то звонил, хвалил нас за то, что мы так хорошо поработали. После трудового десанта Сахалин, Качгард, Рыбокомбинат, лесные поляны, где отдыхают горожане, преобразились. Каждый день ребята посвящали труду 4 часа в день. Таковы условия договора с чистым городом по летнему трудоустройству подростков. После обеда – развлекательная программа и время для общения. Хотелось бы еще на следующий год, потому что у нас, кроме работы, были еще и развлечения. Мы ходили в бассейн, на каток, ездили в музей, в библиотеки играли. Все было интересно, с некоторыми ребятами даже сплотились, сдружились очень хорошо. Трудовой лагерь под говорящим названием «Делу время» по техе час первый в своем роде. Авторами проекта стали три стороны – школа, некоммерческая организация «Ассоциация родителей» и муниципальное предприятие «Чистый город». Реализовать проект удалось благодаря окружному гранту в 300 тысяч рублей. На эти средства школа организовала питание и досуг после трудового дня. Они вроде бы что-то заработали для себя и побыли вместе, таким коллективом, 25 человек. Какой наш интерес? Во-первых, ребята здесь – это наши дети, дети пятой школы. Родители спокойны, что дети при школе до трех часов практически. После подведения итогов пятая школа может смело делиться опытом, чтобы в летнее время дети не только отдыхали, но и помогали преображать родной город. Валентина Чибичек, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте и адрес rksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова